В 2023 году на территории Тверской области зарегистрировано почти 6,5 тысяч преступлений, по которым предварительное следствие не обязательно. Это преступления категории дознания. Дознаватели расследуют более 130 составов преступлений. Нагрузка на одного сотрудника службы почти 73 дела в год. Это практически самая большая нагрузка на территории Российской Федерации. Одним из важных показателей работы дознавателей – возмещение ущерба потерпевшему на досудебной стадии. В прошлом году, в 2023 за год, мы добились, что преступники до суда возместили 80,6% причиненного ими ущерба. Это довольно-таки неплохой процент возмещения ущерба на территории Тверской области, которого добились сотрудники подразделений дознания. В целях предупреждения и пресечения в дальнейшем преступлений, по всем оконченным производством уголовным делам, дознавателями внесены представления об устранении причины условий, способствовавших совершению преступлений. Несколько слов о наиболее актуальных на сегодняшний день составах преступлений. Первое – кражи из супермаркетов. У нас есть ряд граждан, которые занимаются этим практически на постоянном основе. И вот в Оржеве дознание, отдел дознания Ржева, окончил дело, где лицо было привлечено к уголовной ответственности за систематические хищения из магазинов различных товаров аж по девяти эпизодам преступной деятельности. С крупными магазинами и супермаркетами связаны и грабежи. У нас прошли те времена, когда срывали цепочки у женщин с шеей, вырывали сумки из рук. Сейчас грабежи, которые расследуют дознание, больше связаны с тем, что грабят алкоголь в магазинах. То есть схватил бутылку водки и демонстративно с ней убежал. Прямо на глазах у всех. Вот такое, да. И мы очень много дел, это первая часть грабежа, если не применил никому насилие, а просто вот с прилавка, но на глазах у всех дерзко и нагло. Вот таких дел мы тоже много направляем в суд. И это уже первая часть грабежа, а не 158-я прямовая, где тайно воруют шампуни и так далее. А тут демонстративно, вот при всем честном народе. Еще один распространенный вид преступлений связан с домашним насилием, угроза убийством. Преступлений таких тоже достаточно много. Они совершаются, как правило, в быту, где кто-то из горя непутевых родственников, злоупотребляя алкоголем, угрожает ножами, вилками, табуретками, высказывая угрозу убийством своим родственникам, женам, мамам, ну, бывает, детям, например, да, то есть разные. Чаще, конечно, это конфликты с женами происходят. Также к угрозе убийством относятся факты не только, когда демонстрируют, например, кухонный нож и говорят, я тебя сейчас убью, но при этом ничего не делают, то есть именно угрожают, и возможность совершить есть. Но и такие факты, когда начинают жене, допустим, сдавливать шею, то есть душить, и при этом говорить убью. Это тоже относится к угрозе убийством. В таких случаях обязательно вызывайте полицию. Возможно, ваш звонок предотвратит тяжкое преступление. И еще один совет сотрудников правопорядка касается проблемы незаконной миграции. Это фиктивная постановка на миграционный учет. Либо фиктивная регистрация по месту пребывания. Значит, ну, как понимаете, да, почему сейчас это актуально? К сожалению, у нас не все граждане понимают, что есть такая уголовная ответственность, особенно пенсионного возраста. И бабушки, дедушки, имея частные дома, как правило, частные дома, желая подработать, ставят на миграционный учет иностранных граждан за определенную плату, то есть, ну, допустим, за 2000 человека, например. Но при этом сразу заранее знают, что эти иностранцы жить там не будут. И иностранцы не собираются там жить. Им нужна просто легализация на территории Российской Федерации. Так вот, этих бабушек и дедушек мы привлекаем к уголовной ответственности. Мне все-таки очень хочется, чтобы граждане России понимали, что, занимаясь фиктивной постановкой на миграционный учет иностранных граждан, они помогают им здесь легализоваться, уйти от контроля за их деятельностью на территории Российской Федерации. Работа в службе дознания, подчеркнула Татьяна Каминская, важна и интересна. На службу ждут молодых сотрудников. Мы хотели бы, чтобы в нашу службу приходили работать, чтобы лица, которые имеют высшее юридическое образование, жители нашего региона, заинтересовались такой интересной работой, во всех отношениях интересной. И мы с удовольствием готовы принимать к себе на работу. Мы научим, расскажем, поможем. Редактор субтитров А.Семкин